Теперь о деятельности градообразующего предприятия. В 2018-м здесь произошли изменения в структуре управления производственными процессами. На предприятии началось масштабное внедрение инструментов бережливого производства. При поддержке нефтяников в городе реализовано несколько проектов. Это касается строительства новых соцобъектов, поддержки детей, общественных организаций, развития спорта и не только. Подробности в сюжете Зульфии Фарвазовой. В мае 2018 года стало известно, что филиал «Газпромнефть-Муравленка» и «Ноябрьскнефтегаз» вновь станут единым предприятием. Советом директоров утвержден проект «Регионы». Он предусматривает новую, более эффективную концепцию управления активами. Это и единый пункт сдачи нефти, это и наличие общей инфраструктуры, это территориальная близость, это и геологические характеристики объектов разработки. Ответственным за реализацию проекта «Регионы» назначен генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Александр Шушаков. В Муравленко создан Центр управления добычей, зону ответственности которого вошла текущая работа с базовым фондом управления цехами. На протяжении всего года в подразделениях компаний внедряли инструменты бережливого производства, процессы контролировали кураторы. Система непрерывных улучшений – это глобальная программа, которая включает в себя множество инициатив, такие инициативы, как и цифровое месторождение, и технический предел. Результат очевиден. В цехах добычи наведен порядок. Сотрудник тратит минимум рабочего времени на поиск нужной детали или инструмента. Кроме радующей глаз картинки, система непрерывных улучшений дает весомый экономический эффект, который в общем по предприятию составил более 360 миллионов рублей. Безусловно, эффект, конечно же, есть. Самое главное, что мы видим, это у нас культура производства, она начинает меняться к лучшему. То есть мы видим этот эффект. Безусловно, в денежном эквиваленте у нас сейчас порядка 25 миллионов по цеху идет. К началу года мы будем наращиваться. В 2019-м у нас планируется запуск еще пяти проектов и оценивается также порядка 50 миллионов. В конце года состоялось еще одно знаменательное событие. Учиться соблюдать технику безопасности муравленковские нефтяники теперь будут на современном оборудовании и при помощи 3D-технологии. Оборудование позволяет доступно объяснять основные принципы безопасного труда. Данный класс будет использоваться для проведения вводного инструктажа работников, вновь принятым в общество, и работникам подрядных организаций, которые оказывают нам услуги. Далее этот класс будет использоваться в качестве преддетационной подготовки работников также всех уровней и для тестирования и последующей аттестации работников. Помимо решения производственных задач, нефтяники активно участвуют в мероприятиях по поддержке социальных инициатив. По программе «Родные города» грантовыми средствами были поддержаны 18 муравленковских проектов. А в конце года между Госпромнефт, Ноебрским нефтегаз и администрацией было подписано соглашение о сотрудничестве в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Работа, которая нам предстоит и в летний пожароопасный период, это ситуации, связанные с работой нефтепромыслов, это ситуации, связанные в том числе с техногенными авариями и катастрофами. Вот подобное сотрудничество позволяет нам минимизировать абсолютно все риски и добиваться качественной работы всех спасательных служб. Сотрудничество продолжается. Компания готова вкладывать средства в развитие социальной инфраструктуры ямальских городов. Зульфия Харвазова, Андрей Нагибинг, Новости Муравленко.